Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Святаго Отца нашего Иоанна Златоуста. Слово о сокрушении второе. К стилехию. Как возможно быть тому, что приказал ты, святый Божий человек, стилехий? Как от души столь слабый, холодный, произойти словам о сокрушении? Кто намерен сказать об этом предмете что-нибудь доброе, этому надо бы, я думаю, самому больше и прежде всех других воспламениться и гореть такой ревностью, чтобы произносимые им слова об этом сильнее раскаленного железа врезали из души кушателей. А у нас нет этого огня. Но все, что внутри прах и пепел. Как же скажи мне, как зажечь нам этот пламень, когда у нас нет ни искры, ни подложенного вещества, ни ветра, который выпритек и раздул этот пламень, вследствие великой мглы, какую распростерло над нашу душу множество грехов? Я не знаю. Пусть же будет тобою давшим приказание, сказанное то, как это приказание может перейти в дело и получить надлежащее исполнение. Мы предложим в услуге свой язык, а ты моли, исцеляющего сокрушенных сердцем, подающего малодушным долготерпение, воздвигающего земли бедного, чтобы он возжег нас тот огонь, который обыкновенно уничтожает всякую немость человеческую, истребляет всякую сонливость, беспечность и огрубелость плотскую, направляет полет души к небу, а с того свода небесного, как бы с какой возвышенной вершины, показывает всю суетность и обманчивость настоящей жизни. А кто не может возлететь туда и восесть на этой высоте, тому невозможно видеть как следует ни земли, ни того, что делается на земле. Так как здесь много есть такого, что омрачает зрение, много такого, что возмущает слух и удерживает язык, то надобно, уклонившись от всякого шума и дыма, удалиться в ту пустыню, где тишина великая и ясность чистая, а шума никакого, где глаза пристально и неуклонно устремлены к созерцанию любви Божией, а слух невозмутимо предан одному занятию – слушанию Слова Божия и вниманию к той стройной и духовной гармонии, сила которой однажды пленив душу, так овладеет ею, что человек, увлеченный эту мелодию, неохотно принимает и пища, и питье, и сон. Посему этой силы не может ослабить ни смятение житейских дел, ни напор многих плотских пожеланий. До этой высоты духовно не достигают поднимающиеся шум гори, происходящие внизу. Но как? Взошедшие на вершины гор не могут уже не слышать, не видеть ничего, что делается, или говорится в городе, а слышат какой-то неясный и неприятный шум, который нисколько не лучше жужжания ос, так удалившиеся от житейского и возлетевшие на высоту духовного любомудрия не чувствуют ничего нашего. Потому что пока душа вращается на земле, тело и чувства телесные облагают ее бесчисленными цепями, со всех сторон собирая страшную бурю приходящих удовольствий. И слух, и зрение осязания, и обоняние язык вносят на нее из немножество зол. Но когда она воспаряет и предается занятию духовными предметами, то заграждает вход греховным мечтаниям, не закрывая чувств, а направляя их деятельность на ту же высоту. Как грозная и строгая госпожа, начав приготовлять разнородную, тяжеловесную и драгоценную масть, и нуждаясь для этого во множестве рабочих рук, будет своих служанок, и приведшие их к себе, одной приказывает отбирать в решето еще неприготовленные ароматы, другой взять без мене и весы, и смотреть внимательно, чтобы у их не вошло меньше или больше надлежащего, и через это не нарушилась бы соразмерность приготовляемого состава. Одною велитворить, что нужно, другой тереть, что нехорошо протерто, а третье соединять и смешивать одни вещества с другими. Одною стоять с кушином, другой с другим сосудом, а третье держать что-либо иное, и таким образом, привязав к делу и умные руки их, не дает ничему испортиться, тщательно присматривая за всем и не позволяя глазам блуждать и развлекаться по внешним предметам. Так и душа, приготовляя эту драгоценную масть, то есть сокрушение, обращает чувства к самой себе и останавливает их рассеянность. А если случится ей, собравшись к самой себе размышлять о чем-либо, праведном и богоугодном, она тотчас заставляет чувства прекратить свою деятельность, чтобы они не вели в нее неблаговременного чего-либо ненужного, и тем не возмутили внутренне тишину ее. Поэтому, хотя прирожаются и звуки, и слух у нее, и видимые предметы к зрению, но ни один из них не проникает внутрь, так как деятельность каждого из этих членов бывает обращена к душе. И что я говорю о звуках и видимых предметах, когда многие из бывших в таком состоянии не чувствовали не только того, что другие проходили пред глазами, но даже и того, что ударяли их. Такова душевная добродетель, что желающему легко, находясь на земле, но как бы, восседая на небе, не чувствует ничего происходящего на земле. Продолжение следует.